И душе моя Господа, и вся внутренняя моя, имя Святой Его. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В столетие начала гонений на русскую православную церковь мы с вами вспоминаем тех, кто положил свои жизни для того, чтобы мы переняли опыт их страданий. Из жития святителя Тихона, патриарха московского и всея Руси. Время было такое, когда все и всех охватила тревога за будущее. Когда ожила и разрасталась злоба и смертельный голод, заглянул в лицо трудовому люду. Страх перед грабежом и насилием проник в дома и храмы. Предчувствие всеобщего надвигающегося хаоса и царства Антихриста объяла всю Русь, и под гром орудий, под стрекот пулеметов поставляется Божьей рукой на патриарший престол первосвятитель Тихон, чтобы взойти на свою Голгофу и стать святым патриархом-мучеником. Как слезно плачет новый патриарх перед Господом за свой народ, Церковь Божию! Господи! Сыны российские оставили завет Твой, разрушили жертвенники Твои, стреляли по храмовым и кремлевским святыням, избивали священников Твоих. Он призывает русских людей очистить сердца покаянием и молитвой, воскресить в годину великого посещения Божия в нынешнем подвиге православного русского народа светлые, незабвенные дела благочестивых предков. Для подъема в народе религиозного чувства по его благословению устраивались грандиозные крестные ходы, в которых неизменно принимал участие святейший патриарх. Безбоязненно служил он в храмах Москвы, Петрограда, Ярославля, других городов, укрепляя духовную паству. Несмотря на гонения, святитель Тихон продолжал принимать народ в Донском монастыре, где он уединенно жил, и люди шли нескончаемым потоком, приезжая часто издалека или пешком, преодолевая тысячи верст, чатся мои. Все православные русские люди, все христиане, только на камени врачевания зла добром созиждутся нерушимая слава и величия нашей святой православной церкви. И неуловимо даже для врагов будет святое имя ее, чистота подвига ее чад и служителей. Следуйте за Христом, не изменяйте Ему, не поддавайтесь искушению, не губите в крови отмщения и свою душу. Не забудьте, что если мы будем побеждены злом, побеждайте все-таки зло добром. Вот эти последние слова святейшего патриарха Тихона. На этом, дорогие, прощаюсь с вами. Будьте здоровыми и Богом хранимы. 20 декабря в среду православный верующий вспоминает святого Амвросия Медиаланского. Он родился в 340 году в Северной Италии, в богатой и знатной римской семье. Получив прекрасное юридическое образование, он занял должность консульского профекта, правителя провинции Лигурии и Эмилии. Однажды в Медиалане, современном Милане, проходили выборы епископа, и между православными и арианами шли горячие споры. Амвросий явился в храм для водворения порядка, и вдруг какой-то голос, словно детский, произнес «Амвросий, епископ!». Народ и сам император Валентин увидели в этом Божье избрание. Напрасно Амвросий отговаривался и даже скрылся из Милана. Он вынужден был согласиться, принял крещение и в течение восьми дней прошел все церковные степени. Был посвящен во епископа. Святой Амвросий мужественно боролся против арианской ереси, которой покровительствовала тогда императрица Юстина. В память победы над арианством он составил гимн «Тебе Бога хвалим», который до сих пор поется на благодарственных богослужениях. Последние годы жизни Амвросий провел в постоянной молитве. Святой почитается в числе величайших богословов и отцов церкви. Он известен также как преобразователь церковного пения. Он ввел размерный такт, правильные ритмы и разнообразные мелодии в пении. Многие тексты песен он заимствовал у святого Ефрема Сирина и у Илария. И сам написал около 30 гимнов.